Ставрополь 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 Конечно же, это интерактивные выставки. Комплекс реализует образовательные программы со школьниками, где дети в игровой форме посредством различных мастер-классов, квестов, дополнительных занятий узнают об истории нашей с вами страны. В чем особенность нашего учреждения? В том, что комплекс полностью реализует все программы бесплатно. Экскурсионные программы проходят бесплатно, мастер-классы, дополнительные занятия для школьников. Все абсолютно бесплатно. За три года Ставропольский парк «Россия. Моя история» посетили уже более 600 тысяч человек. Специально для АТВ-Медиа сотрудники парка провели экскурсию по самым интересным экспозициям. В этом выпуске мы поговорим об образовании и становлении российского государства. От древности до начала правления династии Романовых. Елизавета, расскажите, правда ли, что в вашем музее можно проследить всю историю российского государства? Совершенно верно. И не только российского государства, но даже и предшествующие периоды. Дело в том, что государственность России – это 9-10 века, а мы вот сейчас находимся в зале, который посвящен проистории. То есть рассказывает о догосударственном периоде. И региональный материал, региональный контент нам позволяет узнать даже о периоде Каменного века. И мы всегда с большой гордостью показываем нашим гостям, что у нас есть памятники не только Капова пещеры, но и следы человека времен Каменного века на Ставрополье, в частности, в районе Пятигорска. И там есть очень интересные следы, ну не буквально, конечно, отпечатки человеческих ног, да, а следы деятельности. То есть это камни разбитые, следы технологии обнаружены были замечательным археологом Любином. И самый интересный факт, наверное, тот, на который мы обращаем внимание, использовался камень, который называется Бештаунин, для того, чтобы производить вот эти самые каменные орудия труда. Далее можно обратить внимание, что здесь у нас есть рассказ и о бронзовом веке, и об эпохе железа, которые у нас на Ставрополье представлены очень интересными культурами, и с которыми можно очень достаточно подробно познакомиться в нашем кинекте. Также у нас есть замечательные карты, которые дают представление о том, как сменялись народы на территории, какие государства возникали на территории Ставрополья, и позволяют представить себе не только историю России, но и роль Ставрополья в это время, в конкретную эпоху, и какие конкретные народы его населяли, как карта менялась, как изменялась вообще политическая обстановка, какие культуры сменяли друг друга. Но это то, что касается каменного века. А бронзовый век у нас представлен очень интересным объектом, кинект-столом, который посвящен уже памятникам Южного Урала. Вы видите, у нас здесь очень интересная проекция есть, которая представляет нам антропологические реконструкции, которые основываются на остеологических, костных материалах, которые обнаружены были в захоронениях. Вы видите, что здесь у нас представлен профиль, такой условный профиль России, и представлены, какие народы жили, в каких условиях они располагались. То есть вот у нас был женский портрет славян, вот мужчина у нас реконструированный славянин. Это все сделано на основе технологии замечательного советского ученого Герасимова, который является наивысшим достижением, наверное, советской антропологии. И сейчас во всем мире этим активно пользуется. Если он в свое время делал это на основе пластилиновых столбиков, находя вот это взаимоотношение, закономерность между мягкими тканями лица и костными тканями, чтобы действительно объективно воспроизвести портрет человека той эпохи, то сейчас, конечно, это все переведено в компьютерный масштаб. Ну и мы видим с вами те степи и равнины, в которых располагались большое количество рек, леса, и можем представить, в каких условиях каждый народ располагался. Естественно, когда мы налаживаем диалог с нашими посетителями, мы пытаемся выяснить, вот если к нам приходят ребята помладше, мы говорим, вот у вас есть бабушки и дедушки, а здесь у нас представлены бабушки и дедушки современных российских народов. Не случайно у нас здесь ДНК крутится, и мы понимаем, что ничего в истории не проходит просто так, все оставляет определенный след. Поэтому для нас очень важно, чтобы все понимали, что современная Россия — это многоликая Россия, в ней большое количество народов, каждый из которых по-своему обогатил ее культуру, историю и оставил свой заметный след. Как в истории, так и в каждом из нас. А вот это что такое интересное? Все крутится? Интереснейший объект — это кинект-стол, который рассказывает о памятнике Бронзового века. То есть в Европе аркаим пользуется достаточно большой популярностью, о нем давно знают исследователи. У нас же, поскольку этот объект археологический был обнаружен как раз на переломе между советским периодом и постсоветским, то есть в перестроечный период, о нем в учебнике далеко не всегда было указано. Только вот в новой линейке учебников, которые были обновлены после издания культурно-исторического стандарта, появилось упоминание об этом памятнике. А он действительно уникален, и уникальна сама технология, которая здесь используется. Это кинект-технология, которая позволяет управлять изображением и познакомиться с этим уникальным памятником, по-настоящему уникальным, вот в новом формате. Хотите попробовать? Да. А как это делается? Здесь у нас есть ладошка. Надо свою ладонь протянуть и держать на расстоянии 10-15 сантиметров. Стол реагирует на тепло руки. И мы, спасибо, достаточно. Можем увидеть с вами порядка 23 городищ, которые будут относиться вот к той самой синтаж-таркаимской культуре, которая существовала на территории Южного Урала и Северного Казахстана. Здесь у нас карта сразу появилась, которая обозначила это все. Можно посмотреть описание, где будет сказано, к какому периоду относятся, чем интересны эти памятники. Для нас интереснее всего то, что, пожалуй, вот эти племена Аркаима принесли на территорию Евразии колесо. Они изобретатели колеса. И, конечно же, они специалисты в области производства бронзы. Если мы посмотрим планировку, то... Я уже нравится это делать. Замечательно. У нас всегда... Это самая интересная часть нашей экскурсии. Мы можем увидеть, как хорошо умели жители Аркаима уже планировать и строить вот это городище. Видны диаметры, две круговые конструкции, одна получше. Это первопоселенцы сюда пришли, ее создали. А потом у них жизнь была хорошая. Они сами плодились, и друзья к ним, родственники приезжали. И вот она, вторая обводная стена. Видим проходы. Вот буквально любой враг, любая опасность, оказавшись здесь, был в лабиринте, и с ним было достаточно легко справиться. Мы видим площадь. Ученые, когда раскапывали, очень рассчитывали увидеть там капище какое-то. Храм ничего не было. Это было просто место, где скрывали скот, поскольку он был главной ценностью. Ну и если мы посмотрим на Аркаим в 3D, мы сможем увидеть специальные печи двух видов. Кухонные, в которых готовилась еда, и плавильные, в которых как раз вот этот секрет бронзы-то и воспроизводился, сохранялся и передавался из поколения в поколение. Здесь уже мы видим правителей, правильно? Зал посвящен Первым Романовым и основам становления российского государства. Вы видите, здесь представлены все основные правители от Рюрика до Святослава. И большое внимание мы всегда обращаем на карту. Почему? Потому что здесь представлен как раз вот тот нерв, который заставил разрозненные племена, славян, у графинов, объединиться и создать вот эту самую государственность. Этот путь торговый из Варяг в Греки, именно он является узловой экономической основой политического объединения всех этих народов. И здесь у нас рассказывается и о первых столицах, которые будут основаны при самом Рюрике, и об объединении Руси под предводительством князя Олега, и о политических просчетах, экономических просчетах, которые у нас князь Игорь совершал, и о преобразованиях первой женщины-правительницы Руси и ее реформах княгини Ольги. Все они проиллюстрированы очень интересными материалами, как известных русских художников 19-го и даже 20-го, начала 21-го веков, так и поэтическими отрывками, которые знакомы всем детям. У нас здесь представлены фрагменты из произведения Александра Сергеевича Пушкина и дают нам возможность выстраивать диалог с самыми разными категориями населения, посетителей. То есть мы можем увидеть с вами как Александра Сергеевича цитаты, так и известных историков, которые, допустим, у нас сравнивают Карамзин Святослава с Александром Македонским. То есть есть моменты, которые позволяют говорить об историографии, источниках и так далее. Здесь, я так понимаю, тоже можно все потрогать? Совершенно верно. Основной идеей этого зала является как раз причина образования древнерусского государства, путь из варяг в греки. И вот можно почувствовать себя приблизительно как этот купец из варягов, которому нужно совершить сложный путь от Балтийского моря до самого Константинополя и проверить свои знания. Мы видим с вами судно такого типа, которое как раз и совершало это удивительное путешествие. Могло идти как по неглубоким рекам, так и по достаточно глубоководным объектам, в том числе по морю. Ну и первый вопрос, кого славяне называли варягами. Вопросы совсем несложные, но некоторые есть с подвохом. Здесь у нас предлагаются выходцы из Скандинавии в качестве варягов, немецкие рыцари, жители Новгорода. Совершенно верно, конечно. Ну мы видим весла, мы видим с вами закрепленные щиты и характерный парус. Какой товар был основным источником дохода для славян? Я предполагаю, что меха. Абсолютно верно. И у нас даже есть небольшая подсказочка. Вот там у нас изображены купцы и видны хвостики. Самый интересный вариант, когда мы с ребятами, с малышами обсуждали эту тему, какие бывают звери, которых можно использовать для получения меха. Больше всего мне понравился вариант с ежом. У ежа мех ежа. Да, ну это малыши, они, конечно, очень забавны своей непосредственностью. Кто стал первым русским правителем, принявшим христианство? Книгиня Ольга. Совершенно верно. У нас все стараются быстренько ответить князя Владимиру, и мы обращаем внимание на вот эту работу Васнецова, да, и женщину с укором смотрящей, потому что, несмотря на то, что мужской род правитель первый, лично принявший христианство, правительницей была Ольга. Тогда еще не было феминитивов, да? Совершенно верно, да. Какой город Хазарского Каганата был одним из ключевых пунктов на пути из варяг в Греки. Саркел это у нас в районе Волги было, Тифлис это в Грузии, там у нас не проходил пути из варяг в Греки. Остается один вариант, это будет у нас Киев в соответствии с теорией. Спасибо, что помогли, а то бы мне сейчас было стыдно перед учительницей истории. Но здесь вопрос, понимаете, он немножечко так, с переподвыпортером сделан. Почему? Потому что здесь гумилевская концепция, которая рассматривает Киев как один из крупнейших пунктов Хазарского Каганата. Несмотря на то, что Киев платил дань, мы, конечно, не можем говорить о том, что он был прям вот, ну, подчинен, подчинен. Особенно атмосферно выглядит зал, посвященный крещению Руси. Здесь можно пройтись по Днепру, очутиться в храме Святой Софии, а также посмотреть, как принимали христианство на Руси. Мы говорим не только о храмах, которые являются, естественно, самым ярким воплощением христианизации, самым ярким свидетельством. Мы говорим о повседневной жизни, которая делилась теперь церковными праздниками. Если мы читаем летописи, мы, конечно же, встречаем упоминания от Рождества Христова, от Крещения Господня, от Сретения и так далее. Вот именно так делился человеческий цикл вот этими праздниками. Мы понимаем, что и пост, который сейчас после Масленицы начнется, он определял пики рождений. То есть у нас детишки рождались только во время после поста, преимущественно свадьбы игрались в соответствующее время. И это определяло очень многое в жизни людей. И для того, чтобы у наших посетителей было представление не только о том, что на вербное воскресенье пошли вербочку посвятили, там во время Спаса яблочки и так далее. У нас есть информация о том, чему посвящен праздник. Здесь представлены в основном двунадесятые, самые большие церковные праздники и их краткая характеристика. Проиллюстрированы практически все они средневековой живописью, иконописью и миниатюрами, которые здесь представлены. Ну и, конечно же, фреска, которая приходит на Русь именно с развитием и утверждением христианства. Несмотря на то, что вверху надпись «фреска», у нас здесь представлена мозаика. А мозаику мы можем увидеть, она на Руси не очень широко распространилась, потому что смальта изготавливалась с использованием золота. Это был очень дорогой материал, на который была введена монополия государственная. Поэтому у нас только один храм, киевская София, была украшена именно фресками, и здесь мы ее можем отыскать. Как подан материал здесь у нас? Мы видим сначала изображение храма, а потом отдельные фрески. Вот она у нас как раз, София Владимирская. Чем интересно, здесь у нас представлены самые разные этапы в развитии этого храма. Мы видим и образцы киевского барокко, и видим оставленные нереконструированные части для того, чтобы представлять, как выглядел храм первоначально. И можем увидеть с вами вот эти самые мозаики, которые все-таки украсили этот основной храм, и прочитать основные сведения о том, какие смыслы вносились, что обозначали и так далее. Ну и здесь у нас и Феофан Грек, и Андрей Рублев. И все то, чем гордится русское искусство, вот в таком виде представлено, с кратким пояснением и хотя бы каким-то зрительным образом. Но фрески – это далеко не единственное. Конечно, у нас представлены и храмы. Конечно, главный, зримый результат христианизации – храмы, которые появляются на территории России. Конечно, в первую очередь, вот эта вот свеча Богу, храм Покрова на Нерли. Обратите внимание, у нас представлены их 3D-модели. Вы можете покрутить со всех сторон. И то, что может быть на уроках истории не всегда на это хватало времени, мы можем увидеть с вами апсиды очень четко. Можем пересчитать, убедиться в том... Можно, пожалуйста, еще раз Десятинную церковь в Киеве выбрать, первый собор, который был выстроен. Убедиться в том, что это, конечно, целиком и полностью византийское творение, характерная кладка, которая сочетает в себе кирпич и камень, чтобы быть сейсмоустойчиво. Вот эта параболическая форма купола, которая еще далека от вот этих луковичных, характерных для России. Это все очень хорошо видно. Можно увидеть Святую Софию в Константинополе и сравнить ее с Софией в Киеве, и пересчитать купола и убедиться в том, что их 13. Вот попытаемся сделать это. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это тоже купол? Да, да, да. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот, то есть это двенадцать апостолов и сам Иисус Христос. Можно увидеть, допустим, Дмитриевский собор. Это уже у нас образец романского стиля. Увидеть, что не только византийские, но и западноевропейские тенденции очень хорошо прослеживаются. Резьбой украшен каменной. И мы видим, как форма купола меняется. Она становится шлемовидной. А если мы посмотрим с вами... Ну, здесь у нас и новгородский, и псковская архитектура. А вот, допустим, Успенский собор Кремля мы видим уже с вами приближающуюся к луковичной. То есть очень яркие образы, которые быстро укладываются в голове и демонстрируют эволюцию архитектуры от X вплоть до XVI века буквально. И с краткой исторической справкой. Ну, и, конечно, еще один момент – это иконопись, которая развивается. Именно в православии, в русском православии, она приобретает те формы, которые нас удивляют. Ну, и самая любимая наша штучка – это про то, что вот тут икону спасения рукотворного мы можем практически, как в Третьяковке, увидеть даже вторую сторону. Там, где это есть, мы можем посмотреть, увидеть, ну, и познакомиться, опять же, с историей возникновения иконы, узнать, где можно увидеть подлинник и так далее. В следующем зале отражен еще один сложный период в истории государства. Здесь мы можем наглядно увидеть, как жили русичи под гнетом Золотой Орды, а также, что связывает Ставрополье с этим периодом. Этот зал у нас рассказывает о сложном периоде в истории России, о периоде, когда Русь оказалась под властью Золотой Орды. Вначале мы узнаем о том, как это случилось, видим замечательную карту, которая рассказывает о том, как Монгольская империя создавалась и как постепенно росли ее аппетиты и достигли границ России. Можем увидеть с вами вот эти страшные кадры. Здесь у нас, кстати, опять же, картина замечательного отечественного автора Павла Рыженко, который иллюстрирует битву на реке Калки. Первое столкновение русско-половецкого войска вместе с татаро-монголами. Можем говорить о разных составляющих взаимодействия с монголами, со степной цивилизацией. Здесь у нас, конечно, больше представлена борьба. Есть и другие аспекты взаимодействия. Александр Ярославович Невский, по одной из версий, по одной из легенд сохранившихся, побратался с сыном Чингисхана Сартаком. И, конечно же, говорится о том, что не только со степью пришлось в это время активно взаимодействовать, противоборствовать и принимать, но и с католическим Западом. И говорится о том, что Александр Ярославович Невский сделал, конечно, исторический выбор, который в дальнейшем подтвердил свою праведность. Потому что у нас есть еще Галецкая Русь, которая пошла на взаимодействие с католиками, и которая заплатила за это потери своей правящей династии Рюриковичей, которые были уничтожены. И собственной самобытности, выйдя из состава Руси, вернется туда только очень-очень поздно. На чем бы хотелось остановиться, это, конечно, история Ставрополья в период присутствия здесь Золотой Орды. У нас очень интересный материал по Буденовску и Золотоордынскому городу Маджары есть. Карта, которая очень интересна тем, что дает представление о том, что вот она история России идет в одном месте, а наше Ставрополье благополучно входит в состав Золотой Орды. И мы всегда говорили, что, несмотря на разрушение, всегда обязательно идет созидание. И об этом повествует вот как раз региональная история и Золотоордынский город Маджары. Мы видим, что на берегах реки Кумы возник вот этот город. У него, возможно, были еще более ранние предшественники в виде поселения периода Хазарского Каганата. Но именно в период Золотой Орды присутствия здесь разрастается огромный город. Прям он был действительно большой по меркам Средневековья. Сюда за три месяца из Испании приезжали купцы. Здесь было перекрестие важных торговых путей. Ведь для нас монголы это ужас. А для всей Европы это период начала малых географических открытий. Когда Марко Поло совершил свое знаменитое путешествие до самого Китая, и для европейцев открылся Китай и весь Восток, о котором они до этого практически ничего не знали. А теперь, благодаря тому, что империя держала территорию под контролем, в том числе торговые пути, почтовая служба работала и так далее, можно было совершать вот эти удивительные путешествия. И город Маджары был очень важным пунктом на этом пути. Это он был на территории Буденовска? На территории современного города Буденовска. У нас здесь есть очень интересные иллюстрации, которые как раз вот эти пологие берега показывают. У нас есть запечатленные мавзолеи, которые здесь были возведены. Мы знаем, что город делился на две части. В одной части располагались усадьбы богатых золотоордынцев, которые приезжали сюда во время летних перекочевок, летняя ставка. Была система водоснабжения с керамическими трубами, была система теплых полов, если так можно выразиться, потому что как раз восточная традиция – дым выводился не через трубу, а под полами. И полы согревались таким образом. Есть посадь, где располагались, ну, ремесленная часть города, где жило большое количество разноплеменных ремесленников, в том числе русских. Очень хорошо умели делать кирпич и поливную керамику. В Музее прозрительного и права можно увидеть как раз сами образцы этого ремесла. А здесь можно отметить, что, в принципе, именно это искусство маджарского кирпича погубило этот город, потому что кирпич был удивительного качества. Когда пришли крестьян и переселенцы, они его очень оценили, им было жалко, что он лежит в развалинах, поэтому окрестные деревни, окрестные села, все, ну, или не все, но многие русские печи были облицованы удивительными изразцами из города Маджара. На месте, конечно, осталось очень мало свидетельств, но раскопки там постоянно ведутся. И к идее создания музея под открытым небом все равно время от времени возрождаются, потому что действительно удивительный пункт. И у нас здесь есть даже путешественники, которые здесь останавливались. То есть он отмечается, упоминается в сообщениях европейцев Джованни Дель Карпини и восточных путешественников. Погиб он, этот город, в результате нашествия Тамерлана. В следующем зале мы увидели еще один интересный элемент. Интерактивная книга, где описано житие Сергия Радонежского. Мы находимся в зале, который рассказывает о подъеме и расцвете московского княжества. Из небольшого такого удела, оставшемуся самому младшему сыну Александра Невского, Даниле, постепенно возвышается княжество, которое объединит всю Русь вокруг себя и сможет противостоять Орде. Огромную роль в этом сыграют, конечно, священнослужители, прежде всего митрополиты, которые свою кафедру перенесут сначала во Владимир, а потом и в Москву, которая будет активно, в том числе и финансово, поддерживать церковь, за что церковь ей будет отвечать большой-большой взаимностью, поддерживая авторитет московских князей в деле объединения Руси, в противоборстве с вот этим разъедающим государством, стремлением каждого князя держаться обособленно и добиваться власти только для себя. Конечно же, это время расцвета духовности на Руси. И именно поэтому в зале представлен вот такой объект, как «Живая книга», которая посвящена житию Сергия Радонежского. Оно пересказывает в основном житие Епифания Премудрого, который как раз был учеником Сергия и оставил, ну, одним из учеников Сергия оставил жизнеописание. Но мы понимаем, что это книга, которая создавалась только с целью канонизации, причисления к лику святых, поэтому здесь будет большое количество чудес. И людям нужно понимать, что это очень специфичный исторический источник. Он интересен тем, что проиллюстрирован самыми разными работами. Помимо икон и миниатюр, которые располагались в самом житии, которые мы здесь с вами можем увидеть, они у нас оживают буквально на глазах. Вот она, средневековая миниатюра, иллюминированные рукописи, да, знаменитые. Это вот здесь как раз всё очень хорошо представлено. Мы видим, как колокола звонят, служба идёт, и можем даже представить, как в очреве матери, ещё не родившийся, младенец радостно кричит, услышав слова прославления. Колокола даже звонят, да? Да. И купол блестит. Совершенно верно, да. Мы здесь видим пример анимации очень живой. Здесь же представлены у нас работы и русских классиков, исторического жанра. Михаил Нестеров, всем знакома эта работа, да, конечно же, все писали об этом и видят этого юного Варфоломея, его трепет и само чудо, когда ребёнок может освоить чтение, грамоту, что для христианина было чрезвычайно важно. Ещё хотелось бы обратить внимание на работы, которые рассказывают о том, что наследие Сергия Радонежского остаётся всё таким же актуальным. Здесь у нас есть работа Ефошкина, современного автора, современного художника, который создавал эти самые иллюстрации. И это только малая часть того, чем может удивить исторический парк «Россия. Моя история». О других экспозициях музейно-выставочного комплекса мы расскажем вам в следующем выпуске.